Добрый день, уважаемые зрители! Рад приветствовать вас на канале SoloMash. С вами, как всегда, Александр Сударев и сегодня мы поговорим о испытаниях углошлифовальных машин. В прошлом нашем видеоролике мы показали вам сравнительный тест, я бы даже сказал спонтанный сравнительный тест скорости реза двух УШМ. Это стандартная УШМ от Интерскол, а также такая же стандартная УШМ от Интерскол, но с применением двигателя с совмещенными обмотками славянка, асинхронного, между прочим. И вот каждый будущий владелец подобной техники сможет в своем гараже, квартире, доме, где угодно, произвести такое же испытание. Взять трубу и просто отпилить ее на скорость, что получится быстрее. Ну, все очень просто и интересно. Но на самом деле, на самом деле, испытания проводятся совсем иначе. И для этого применяются специальные условия, специальная среда, специальные стенды и так далее. Вот давайте же разберемся, как проводят испытания в лаборатории SoloMash. В данном испытании мы задействуем нагрузочный узел, в составе которого малая нагрузочная машина с воздушным охлаждением. И здесь уже мы видим, что установлена на специально разработанную, подготовленную оснастку, непосредственно под данный тест, УШМ от компании Интерскол мощностью 2600 Вт. Значит, как она соединяется с нагрузочной машиной? Сначала специально выполненная втулка переходная, которая сопряжается с муфтой. Муфта состыковывается с датчиком момента, тензометрическим. Далее еще одна муфта, и мы уже выходим, собственно, на нагрузочную машину. Выставляется правильная соостность с помощью специальных средств контроля. И далее, после того, как включается данный аппарат, информация передается на стенд, который находится в соседнем помещении. Что примечательно, в данный момент при съемках мы не включали, соответственно, никакие ни нагрузочные машины, ни УШМ. Почему? Потому что громкость будет такая, что вы меня банально не услышите. Поэтому пока специалисты лаборатории ушли на обед, мы с вами сейчас показываем, как это работает и будет выглядеть. То есть, фактически, это подготовка к испытанию. Пойдемте дальше, посмотрим на стенд. Все, что мы с вами сейчас видели и видим вместе, это испытательный стенд. И в данном помещении мы видим измерительную стойку, в составе которой находится разное метрологическое высокоточное оборудование. Причем стоит учитывать, что все оно, ну, часть его, скажем так, от разных фирм. И для того, чтобы всем этим управлять, необходимо было разработать собственное программное обеспечение, которое мало того позволило управлять всем этим оборудованием, но и позволило автоматизировать этот процесс. Поэтому программно-аппаратный комплекс в составе измерительной стойки и компьютера с программным обеспечением дает нам возможность быстро, четко проводить испытания объектов, испытуемых, и получать все необходимые характеристики. Соответственно, это позволяет нам выдавать протоколы испытаний и так далее, так далее, так далее. Все это необходимо для формирования не только понимания работы двигателей, но и также документальной базы. Поэтому вот такой довольно сложный, с одной стороны, а с другой стороны, после всей той работы, которую проделали наши специалисты, простой процесс. Ну, а для того, чтобы получить подробности от испытания, которые проводились, точнее будут проводиться в лаборатории, смотрите следующие наши видеоролики. Я думаю, в каком-то из них мы обязательно приоткроем те результаты, которые мы получим. До новых встреч!